на ремонте вот такая motorola motorola one power с поломкой побит переднее стекло по сути дела сам тачскрин работает дисплей работает но переднее стекло побито причем но не защитная а именно и защитная и само переднее стекло тоже побито будем менять вместе с дисплейным модулем тем более что стоит оно не очень дорого около 30 35 долларов что для этого нужно очень хорошо продумано не нужно разбирать полностью телефон можно просто снять дисплейный модуль и назад вклеить все как его снимаем как обычно здесь вот у меня дисплейный модуль без окантовки есть прямо сразу с окантовкой под окантовку заводим какую-то я обычно это делаю тонким каким-то устройством например кусочком лезвия и и поддеваем что необходимо сделать у меня так получилось в одном месте что он вроде бы отделяется но отслоился вот в этом месте отслоился тачскрин и и пытается тачскрин отделиться а экран остался поэтому вам нужно посмотреть что вы отделяете значит вот металлическая здесь основа и вот поддеть под вот эту штучку она клеится по периметру тут на двухстороннем скотч и поэтому когда вы вот допустим здесь отодрали вставляем что-то такое плоское поддеваем под металлическую основу и погнали вверх отрывать вместе с отрываем еще здесь не оторвал папа отскочила единственное что помните значит когда смотрите шлейф у нас внизу вот это шлейф внизу поэтому когда осторожно открываем с нижней части чтобы шлейф не отрезать в принципе это не важно если он уже не работает но этот у меня сам дисплейный сам дисплей работает стекло нет значит продолжаем отрезать продолжаем отцеплять все и я отошел тачскрин дисплей нет собственно все по моему отцепил смотрите в чем особенность мы отцепили и прямо здесь не не проходит он через весь телефон а прямо здесь откручиваем винтик и отстегиваем шлейф все единственное что необходимо сделать это я уже говорил что продаются бывает дисплей уже с этой окантовкой а у меня тот который заказчик привез он без этой окантовки поэтому окантовку сейчас отдираем вот эту и приклеиваем сначала к экрану клеем как всегда клеем 8000 или 7000 у меня b7000 принципе разницы нет вот эту окантовку забираем сейчас почищу от лишнего клея который здесь остался чищу я тоненькой отверточкой ставлю тоненькую отверточку беру очки и аккуратненько имеются ввиду вот такие очки обзор на эти очки есть у меня на канале удобно удобно работать с маленькими деталями и потихонечку убираем или отверточкой или вот аккуратненько маленький кусочек и потихонечку снимаем весь тот клей который остался на этой стороне ну именно на рамке и приклеиваем к к новой сейчас я посмотрю если разница вперед и зад или он одинаковый есть разница вперед и зад вот здесь сейчас я посмотрю куда я смотрите вот здесь вот две а здесь одна клипса сверху сверху или снизу сейчас я посмотрю снизу две клипсы а сверху одна клипса надо не перепутать потому что потом придется переклеивать ну что же я нанес клей приклеил по всей поверхности нанес клей приложил приклеил и приклеил рамку к стеклу я уже говорил что в принципе есть два варианта дисплейных модулей без рамки и с рамкой тут в прошлый раз я на такой же аппарат ставил с рамкой этот без рамки ну собственно и все в общем то теперь поставил разъем еще нужно закрутить планку но уже включил все работает отклик хороший единственное что сейчас можем проверить по буквам правильно ли откликается на соответствующие буквы бывает что нажимаешь а он нажимает рядом стоящую ну тут отклик правильный никаких вопросов не возникает поэтому все нормально ну все теперь просто защелкиваем можно просто защелкнуть и все но предварительно я еще и как-то у меня так было что предыдущую модель вот точно такую же именно ван пауэр я когда снимал дисплейный блок блок то практически не был приклеен можно было от щелкнуть и все а здесь приклеен достаточно ну вот по всему периметру на старом на двухсторонний скотч поэтому для того чтобы было тоже плотно приклеена я наверное тоже возьму сейчас и вот в этих местах между тут такая какая-то промежуточные вот здесь вот заземление видно или какие-то промежуточные прокладки либо в некоторых местах поставлю точки капли силиконовые для того чтобы таким жирным слоем чтобы он прихватил экран и не в случае там падения чтобы он не отстегнулся с фиксаторов и не улетел в теплые края просто между вот этими прокладками положу клей собственно и все то же самое здесь причем таким слоем он растечется и станет нормально собственно все ну единственное что еще вот вот здесь наверно так единственное что я еще не не поставил защитную планку сюда и буду собирать на место теперь защелкиваю и все в общем то ремонт произведем работает на эту модель очень удобно менять не надо разбирать пол телефона подписывайтесь на канал увидите что на самом деле простыми инструментами можно решать сложные поломки не каждый берется поменять дисплейный модуль ну как видим это но очень легко очень каждый сможет справиться карта всего доброго увидимся на канале на этом видео это было это было это было Продолжение следует...